Смотри, вот тут у черепа есть косточки, где череп заканчивается в него и упирайся в них ладонью. И как бы ты хочешь разве и череп оторвать, вот туда оценишь. Но на самом деле делаешь спиралевидное движение, рано обращаешься. Это проведи до сюда сначала. Вот это на себя опираешься, это в себя, а это вот туда. Вот, видишь? Руку тоже держи так, чтобы думал назад. Ну, назад человек, как правильно, сам возвращает. Получилось, да? Вот туда сначала. Вот туда. Так, ты сама не вращайся, я сама вращаюсь. Смотри, движение какое-то. Вот сюда, вот так. Как будто ты вот туда вот машешь из стороны. Да нет, ты просто вращаешь головой. Или ты вращаешь? Не вращай головой. Больно, что ли? Да. Больно. Смотри, давай попробуем сделать мягкой. А вот сюда. Ты просто вращаешь головой? Да. Тут можно, можно поправить позвонок. Седьмой, если сюда опираться. Да, тут сюда. Да, тут сюда. Да, тут сюда. Да. Я как его возвращаю? Уперлись. И вот я давлю. Смотрите, чтобы человек не шатался сам, да, я делаю упор своего собственного тела. Либо в грудную клетку опираюсь, либо я вот эту мышцу очень крепко держу. То есть мы практически идем, смотрите, вот эту мышцу противоположную, мы захватили и тянем ее назад, а шею двигаем туда. Да. Получается вот, да, это уже более глубокие знания, когда мы уже оперируем седьмым позвонком. Мы уже от седьмого-шестого позвонка начинаем эти суставы и немножко это отрывать как бы. Ну да, растягиваем. Да, растягиваем. Какие ощущения? Мммм. Вот назад. Вот назад. Назад видишь, что она сама идет. Такая демомная. Уближаем. 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 Это уже элементы манам терапии, на самом деле, которая также можно и на столе делать. Сейчас. Даже кружечком. Вот смотрите, кружчика, что ли? Эм, да, вот так. Эм, такая, опять белая, поделела. Ты за волосы идет, конечно, не опираешься. Ну, смотри, всё. Да, вот так. Я понимаю, да. могу ну что получилось и вот смотрите то же самое я делаю себе и захватываю одну руку и мышцы, плотно, широко. А сам свою другую руку положу сюда. Так я себе могу помочь в поезде. Например, когда я его сработаю. Например, когда с мостом, в полочке, в полочке, в полочке. Есть прямо, да? Да, это правильно. Ты упираешься в спинку или ты ногой упираешься? Да, да, отличное упражнение. Но, как правило, желательно в нем одну на другую гласть. Поворачиваться перед рукой. Ты еще рукой будешь упираться в козыгоденный сустав, в котором прохрустишь вот там, где соприкасается поясница. Но не хопчик, а с кистцом. То есть это оттуда такой хруст. Просто оттуда вот это место. Так, это тоже элемент терапии. А вот смотрите, еще точечные, как можно помочь себе. Одним движением. Нет, не сюда. Вот смотрите, есть точка вот здесь. Вот с этой мышцей мы проработали, все ее почувствовали, да? Там, где максимально близко она к шее. То есть идет шейная мышца, да? И вот это за них заходит. Вот тут находится точка. Давайте найдем уже, я вам прям покажу. Ермак? Да. Нажми вот сюда. Большим пальцем желательно заходишь. Больно, больно. Она болевая, да. Вот. Сюда мы можем нажать, когда, например, мы хотим сразу расслабить весь плечевой пояс. Смотрите, будет немножко больно, но старайся через боль расслабиться. Тут идет извлечение через боль. Чтобы было помягче, выберите большой палец. И прямо от его мякоть жмите, чтобы не было очень больно. Жмем вертикально вниз. Больно, да? Ну четко, конечно. Вот. И расслабляясь. Вот так, секунд 10-15. Держать. Теперь смотрите. Даже если я потрогаю так и пальчиками, ну, полчаса у нас пальцев есть. Для сравнения. Вот эти мышцы, они стали уже чуть более расслаблены здесь. А здесь еще напряженные. Ты почувствовал разницу, да? Правда? Ну, не больно. Вот. Зажмем ближе вот сюда. Сюда? Да. Вертикально вниз. Вертикально вниз. Вот. Парты сильные. Хорошо. Все. Держи, а ты терпи. Все. Именно отпускаем. Так. И со второй стороны нашли. Держи, да? Вертикально внизу. Вертикально внизу. Вертикально внизу. Отпусти воду, но не так, молоточками ты дыхаешь, а молоточек как бьет, как, не, вспомни, видела молоточки в рояле, видела молоточки, как бьет по странам, вот так они, вот так, да, вот так, вот так, а, вот это макочка, ногтей не надо, ногтей, у тебя же коробка макочка, да, какие ощущения у вас, чтобы ускорить процесс, можно долго нажимать, а добавить, например, кулачки, но опять же, он расслаблен, вы не всем кулаком бьете, он такой же, как ладонь у вас была, помните? Размак еще расслаблен, еще, что-то знал, был такой, да, или вот так, вот ты показываешь такие вакуумные ладошки, а создается небольшая вакуумная подушечка, да, и получается удар мягче, зато он пробивает глубже, можно, конечно, и ладонью мить открытой, да, но лучше, вот так вот, как бы, мягче и глубже. Я, когда я на макочек делала, я бы говорил, что именно на франшизе, что такое, что-то легкое. Разогрелись, ну что ли, может, похрустим? Да. Ты же, вы, который сама вогает. Так, да, ну вот это, да, ну, г strike, да, ну, вы, может, у меня захотите. Молодец, Аня, умеешь доверять человеку. Да ничего, нормально, у меня тоже руки холодные, уже разогрелись. Молодец, Аня, умеешь доверять человеку. Вот, ну это вообще, собственно, хорошее. Так, глубоко мы не будем проверять. Я не буду подвижна все сочленения. Если хочешь продагностировать. Ну, вот тут кифоз, конечно, у тебя маленький. Здесь. А там грандовое. Неправильная оценка. Нет, она бывает и естественный кифоз, а эти три увеличенные. Да, только каблуков. Нет, нет каблуков. Бывает только каблуков. Бывает, в принципе. Вообще-то от крестца. От крестец, у тебя поверим. Ты ноги не поверяла, а одинаковые длины. У тебя немножко, ну извините, что спрашивают. У меня они по стакану по себе. Да. У тебя оно может быть одинаковое. Вот немножко крестец, проверим вот сюда. Вот на эту ногу. Возможно, да. Возможно, ты чаще сидишь на лжедо ягодице, а тут ногу левую, направую ладошку. Бывает такое? Я не знаю, но я точно чувствую, что у меня какой-то перекос, потому что я, например, вот так не могу соединить сзади руки, а вот так легко могу. И понимаю, что у меня тут что-то... Не, не, не у всех. Это все разминается. Это вот могут быть зажимы в плечах. Вот это у меня кто-то получается. Я у меня ключи с вами. Вот у меня... Ой, это 7 метров. Я думала, что жало. Ты уже в сторону стоишь. Ну ты просто уже просто эти шутки. Ну, вы бы двойной даже не верили. Ты ничего, она же не живет. Давай поднимем руки вверх и вернемся до самого веры. О, что так? Нет, все. Не надо, не надо. Раступи. Угу. И мы можем вот так и сделать. Ой, это мое любимое. Я дома позвоню. Если не пойдешь, то руки, ноги расслабляем все. У меня так очень плохо. И включая небольшую такую вибрацию. Давай еще пальчик. Я не могу расслабиться. Сейчас пола не жди. Я специально выгибаю спину колесом. Ну ладно, я это самый легкий человек. Ну да. Да я это... Растяпилась. Получилось, да? Угу. Так, у вас все получилось? Да. Да. У меня шею выгибло. Так, шею. Давай лежим на столе с тобой. Ты почему? Ты просто стоя? Нет, я не могу. Нет, просто потому что можно по-разному. Да, ложись только не в бирку головой, а так спускайся. Руки свешиваем. Головом на бок. Вот, в принципе... О, привет. Все. Давай. Это более грубая техника, чем то, что мы делали стоя. Но так мы можем, например, иногда с клиентами просто закончить массаж. Это я как раз вот на вид не буду. Более подробно расскажу, как мы это делаем. Расслабляйся. О, привет. Просто не буду именно акцентировать внимание. Вот здесь больно будет, да? Ну, здесь больно. Угу. Старайся сразу расслабиться. После массажа мы человека к этому готовим, конечно. Я сейчас это все опускаю. Я все быстро демонстрирую. Да. Еще надо простучать ему в позвоночник, прежде чем мы начинаем это все делать. Ну, по сути, вот если мы сейчас расслабили его, да, и ты готова расслабляться, да? Готова? Да, я прям все. Распрямляем лопатки. Это то, что Ане надо было сделать. И с головой мы не о чем думаем. Сама ничего не делаем. Мне помогать не надо. Поступаем следующим образом. Так, как видно. Развернуться в голове. Вот так вот. На камеру. Просто, чтобы в камеру было видно, как лежит голова. Вот так вот. По диагонали. Это более сложно. Получается не сразу. Расслабляем плечо. Расслабляем шейные мышцы. Расслабляем. Делаем вот так вот. Со трастной рожей. Расслабляем. Расслабляем. Живая? Расслабляем. Вот. Где там Баня работаю, у нас там вот, это, простыни мы накрываем всех. И если человек вместо этого, просто накрываем простыни полностью, человек принимаем место. Ничем не допроет. Внизу, внизу, этот, тупка находится. Мы тоже в баню. Вы вот мутами. С живыми людьми Ну а сейчас видите, все нормально Прошло Без эксцессов Я шучу, шучу, конечно Запугиваю Можно еще страшного И вот так Вставай На локти теперь То, что мы делали Стоя, поворачивали голову по спирали Так шевелится Легче, да? Давай еще раз По спирали голову Вращали Вот можем Также Уперевшись в это плечо Погнуть ее туда Если это Просто растяжение Вот этого достаточно Потом в обратную сторону Нет, сама не крути головой Она висит, висит Головушка висит Шейка расслаблена Если мы правим человеку Лордоз Или сколиоз Тут можно перейти пальцем В определенные позвонки И, соответственно, пройтись Вот так вот Поворачивая их С пустого, какого нам надо А это бывает Ротация позвонка Либо влево, либо вправо То есть можно таким способом И его можно подправить Ну, даже вот не обязательно Пираться, в данном случае Если у человека Кифоз Можно Так, еще управлять Еще бы знать, что это управлять Да? Ну, потом расскажи На тренинге Об этом как раз на тренинге О всех знаниях Так, с тобой хватит Да Упражняться Тогда вставай Сейчас мы с тобой еще Энергетическую технику сделаем Можем делать лежа Можем стоя Не хочешь с тобой Или Вот забыл Давай с тобой Давай с тобой Татьяна, да? Да Для вас сложно Уже есть схема Самое Самое Расслабиться Руки у меня Хорошо Заряжены Энергетикой Открываю канал Малого связи с космосом Ну, практически как медиум Могу выступать Сейчас я к себе подключусь Где находятся чакры Знаете, в принципе, еще, да? В некоторых школах Просто еще по-разному Там позиции показывают Где-то 5 чакры Даже расходят Где-то 3 Где-то 7 А факты много 213, да? 213 Может быть, 213, да Они просто еще находятся Вне тела Во-первых, есть Седьмая, восьмая Вот тут В ладо и ледя Да Как? В ладо и ледя Ну да, вот это В русской школе А вообще они есть В каждом сочинении Здесь, здесь Даже на пальчике Соответственно В коленках И вне тела Они еще существуют Вот в какой-то проекции В нашей ауре Мы практически С помощью вот этих Малитон-энергетических узлов Связаны со всеми Нашими аурами Которые Расширяют И расширяют Наши возможности Нет, святата Там, понятно Тоже есть Так, но сейчас Мы будем прорабатывать Наш основной столб Из 7 чаттеров Я всегда подключился Сейчас Включился И опять подключаюсь Вот Человек Остается полностью В сознании Она не в трансе Никаком Начинаем Устраивать Гармонично Тогда Энергия Течет Когда она Не имеет никаких Препятствий Не выходит Никакого вбока Почему я сказал Про эту 7-8 чатру Чаще всего Через них Но Нормально Когда Для здорового человека Они От самой нижней чатры Идут До верха Исли меняются С космосом С космическими энергетиками У кого-то неправильно У кого-то Не выходит Вбок Через этой чат То есть 6-7-5 Это практически Не работает У тебя уже нагрелись К 7-8 чатра Сразу работала И Вторая Ты чувствуешь? Нет Специально Не старайся Ничего там Чувствую Просто Регистрирую Оценку не давать Для кого-то Это Тепло Для кого-то Холод У кого-то Какие-то Расстрелы Энергетические Током Расстреливаю У кого-то Молния Каждый Это все ощущает По-своему Я не знаю Везде? Нет Сейчас Пустигал Заживайся 10-10 чатра Суспене Но на какой-то курсе, к сожалению, по-разному. Третья и четвертая этажа, вы помните что? Не могу так сказать, хотя на самом деле... Какие дела, или нет? Дела какие, понимаешь? Физические дела, которые мы делаем, например, как массажист, мы все второй чаткой, как повар. Поэтому все столы примерно от мужа находятся. То есть мы эту энергетику всегда раскручиваем. Если в плане семьи, это четвертая чатка, она отвечает за материнство, за любовь. Посмотрите, сейчас она разогрелась хорошо. Чувствуешь? А вот эта пятая, про которую ты говоришь, она больше связана с профессиями такими, которые артисты или сценические какой-то речи, или ораторы, писатели, кстати, тоже. У меня больше вот это. Ну, шестая, понятная, основительные, честные слезы, третий класс и так далее. А седьмая, это вот непосредственно то, что мы получаем от космоса. Дело в том, что нам от природы дана бесконечная энергия, которая из чатры Младхара, нижняя знамится, да? Ну, индийскими названиями говорите. С помощью энергии кундалини поднимается вверх. И вот сейчас она вот всегда уже поднимается, над головой чувствуешь? Угу. Потихонечку, ну, вот уже зажигли, слушай, со спины тронцы, все они горят. Почему? Ну, поднимается, что тут все много. Да. Может, с энергией или нет? Нет, ты же и держал энергетику, в котором есть? Своё тоже подключаю. Но, мне не лампир, нет. Тут можно... Может, это не лампир? Я знаю, что. Я знаю, что. Я чувствую тоже эмунитетическую. Это не лампир. Я чувствую. наполняем их наполняем и открываем канал а сейчас открыты все каналы они в данном случае вертикальные они бьют вверх такой фонтан блющий вверх огромный мощный струя которой мы упалишься и вот эти струи они даже могут омолаживать наше тело выбирая даже мимические морщины на лице можно по-всякому использовать можно ее остановить в той чакре какую вам нужно чтобы вам развивать эти способности но при этом фонтане при этом огромном потоке которые сейчас идут вверх есть еще один поток который спускается вниз через нашу макушку промежность уходит в землю но это на самом деле не в землю он там тоже сквозь землю проходит соединяется с космосом с той стороны и получаем нанять бутылку через пальцы ног вверх но сейчас мы ноги просто не задействуем стараемся с этими здесь работать чувствуешь сейчас я уже могу даже водитель уже чувствуете его энергетику вот на сантиметр 50-70 фонтан можно еще выше поднять вот тут начинает слабеть сейчас у нее невидимый огонь подыхает я его чувствую я его чувствую руками ощущаю подним пальчиком наши другие чувства и глаза и уши практически бесполезно давай пробуем сердечный чакры подышать сердце сердце холодно подпишись между ладонями такой энергетический сгуст световой и ты не держишь соединяется к товарищу сенчакры ты его хорошо тягиваешь управляешь своими ладонями увеличиваю его размеры рассматривай еще шире размером с комната и и и и и и и так называются чартные подыхания в принципе бесконфортный массаж тоже такой может быть существiquем позже не скажу когда я придумал что деньги надо с воздуха ficar человека там один швед просто приехал по-русски вообще ничего не понимает просил, говорит, массаж легче, легче еще легче дело, дело, пока в мои руки не ушли воздух я подумал, блин, наконец-то человек попался на энергетический массаж потому что обычно заказывают как работа мужчины массажиста, я вот так и воспринимаю что чем более грустно, тем лучше сможет проймять мышцы, поэтому все думают что если он попотел отработал, значит не зря заработал деньги а тут приходит человек, такой ложится не как обычно, головой сюда становлюсь наверх, а он наоборот на спину завалился, ручки ножки поджал такой, и говорит, мне релакс массаж по-русски знал только два слова спасибо, и помогите почти да и не надо и вот он говорит давай, давай, легче, дело легче я уже перестал его касаться а все на животе он говорит, только на животе делаю я такой на животе не так увожу уже это вот еще легче, я говорю, может посильнее? нет, легче еще, еще, еще я уже только волосик касаюсь он такой, да, да, вот так, вот так я вторую руку начинал, ну думаю, на антидетический массаж пошел, что ли, вторую рукой провожу, мочах начинаю разевать, раскрываю сверху он даже лежит, что-то почувствовал а, вторую руку бери вторую не надо на голову я так увозил, как-то очень жгется, говорит, прямо фаер, фаер, огонь не надо второй, я впервые вы представляете, делаю так массаж одной рукой за спиной другую так на животом, не касаясь и он такой, да, да, да и через каждые 10 минут он говорит, все, пауза, пауза а то я перезабудился, пауза, пауза сильно, сильно слишком и так, ну постарайтесь, 45 минут через каждые 10 минут я восстанавливался он отдыхал после этого, такое воздействие сильное вот, видимо, какая-то чувствительность есть у него тут меня осенирует, я же могу деньги за плацей, кстати, нормально как за обычный массаж говорит, что у них в Европе такого нету уже у меня этим нет, нет, он говорит, ты как Лукойл я не знаю, при чем Лукойл-то вообще где эти заправки я подумал, что, может быть, все на этот европейский, у них там есть Оля Лукойл такой персонаж знаете, сказочный я переспросил, у Оля Лукойл он говорит, нет, нет, нет ты как Газпром я говорю, вот здесь почему он говорит, блин, столько энергетики, как половина запаса страны а, ну да, они живут, значит, у нас здесь у всех ручные балалайки, шапка, шанка есть такое, да, да, да трехколесные велосипеды и Газпром ты чувствуешь? угу почему-то у меня появятся крупные рачки такие как будто они с дами я не отпускаюсь, отпусти если я с некоторыми другими московами саша, здесь никого нету сейчас ты одна находишься сама с собой только первородную, первичную энергетику ты чувствуешь свою собственную, женскую, натуральную, исконную без всяких условностей ниоткуда не принесенную ниоткуда не уноснули без замков без предопределения и течи от тебя до всего женского человечества это через тебя сфера твоя доходит в сиренчатке до размеров здания до размеров этого райончика маленького до размеров города Москвы до размеров города Москвы до размеров страны до размеров материка до размеров материка ты чувствуешь? до размеров города, да ну ладно, со мной все на этом бывает комфортно, если выбирать положение я хочу попробовать Продолжение следует...